всем привет вот разобрал артикет разобрал для того чтобы помнить этом когда в первом видео про артикет выкладывал у меня были все грязные карбюраторы грязь как вы понимаете никуда не делась вот они все грязные у меня сейчас значит здесь такая же история со вторым карбюратором значит задача какая задача номер один у меня снять карбюраторы помыть это все снять карбюраторы прочистить их поменять топливный фильтр вот этот забитый весь так ну что мыть карбюраторы будем соляркой сейчас я приготовлю все и вам покажу и и и и и так ну чё вот обдул я его от грязи лишний вот такой чистенький он теперь у нас стал красивенький такое ощущение что и не стоял да вот значит это у нас два шланчика левый и правый так пусть они пока у нас тут болтаются значит это что такое я не знаю сейчас будем разбираться какой-то отстойник вот это отстойник отстойник тут что-то тут помялся не знаю с чем это связано но откручиваться он по моему не откручивался вот уже надо обдуть вот и будем разбирать его смотреть из чего он сделан вот это пипочка это походу отстойник вот сколько риг на всякого там находится ну давайте смотреть что там еще есть вроде как ничего нету но я вижу что там есть какие-то штучки сейчас посмотрим их ну вот поковырялся там вот такие вот какие-то коричневые микрочастицы там находится сейчас это все продуем но и вот здесь вот на кончике вот грязь ржавчина какая-то присутствует причем ее тут много ладно разбираем дальше откручивая вот этот вот болтик появляется доступ к к этому же клёру зачем он нужен его можно значит открутить через этот и продуть не снимая сам вот этот вот колпак вот таком состоянии здесь находятся же поплывки поплывки здесь лежат вот здесь иголочка у нас вот иголочка здесь же клёрчик там же клёрчик вот тут вот маленький вот сейчас мы это все выкрутим снимем иголочку все это продуем найдем еще болтики их тоже продуем так но сначала прежде чем мы будем искать значит я вижу вот этот регулировочный винт это винт качество значит у нас сейчас мы запомним его положение и больше я никаких винтов здесь не вижу что вот это за истории как она работает скорее всего это датчик положение дроссельной заслонки то есть когда заслонка открыта рычаг газа отпущен снегоход заглохнет это как на ямахах система аварийная система глохнущего двигателя то есть если мы курок газа отпустили а заслонка у нас вниз не ушла то снегоход электроника снегохода заглушит снегоход а если мы педаль газа газ далее дроссель не поднялся значит тоже обороты не поднимутся как-то так тоже будет на как бы глохнуть то есть систему работает двух направлений так мы чего вот этот маленький болтик это у нас винт холостого хода он же винт качество ой вернее винт качество вот это винт холостого хода он управляет дроссельной заслонкой значит винт качество у нас откручена получается 1 и 5 плюс 0502 это получается 1 из 7 оборота я его сейчас полностью закрутил 1 и 7 оборота получилось винт дроссельной заслонки мы просто померили 11 миллиметров у нас получилось тем более мы сняли датчики с двух сторон и не ошибемся вот сейчас еще по мере сколько оборотов тут все сейчас буду его полностью разбирать больше никаких деталей я не нашел сейчас все разберу посмотрю как чего и буду собирать потом обратно так ну чего полностью разобрал я карбюратор выкрутил все жиклеры из него снял вот это кстати штуцер для синхронизации карбюраторов выкрутил все жиклеры здесь везде присутствует небольшой желтенький песочек ржавчина и на самом деле вот это вот место в самом углу снизу оно все забито тоже ржавчиной вот наша задача прочистить карбюраторы сохранить регулировки прежних положений и собрать его обратно сейчас я буду все это продувать вот за 10 лет этот канал так забила что вот этим ёршиком я его прочищаю все вот это вот оттуда вылетает такая вот желтая история я уже продув на два раза третий раз уже чищу так что так вот вот он самый главный жиклер он находится вот в этом месте это жиклер качество топливной смеси на холостых оборотах вот он очень важен в работе холостых оборотов вот здесь жиклер стоит этот жиклер у нас основной здесь иголочка поднимается и топливо побежало он очень толстый вот он дырка тут большая он как просвечивается и а у этого вообще нет просвета он очень тоненький ну вот чуть-чуть просвечивается значит смотрите вот маленькая крупица песочка в этом жиклер чеки дает такие сбои на холостых оборотах я уже это по yamaha прошел по урану прошел вот берем вот эти все жиклеры вот эти все каналы пережимаем перепускаем и продуваем качественно продуваем обязательно вот тоненьким жалом чтобы пистолет сжатым воздухом не меньше десяти атмосфер что воздух до потому что ртом вот это все не продуть надо чтобы был напор было давление чтобы все излишки там конденсата воды песка и ржавчины все они отсюда уходили откуда берется ржавчина до скорее всего из канистры из заправочных станций везде во всех карбюраторах такая история все сейчас мы этот карбюратор обратно собираем все продул все прочистил грязь была грязи немного но она была и приступаем к разборке 2 карбюратор да и про грязь да вот вроде кажется вот она все чистое да вроде бы тут чисто тут просвет но когда и он заново собираешь вот это продукт и карбюратор все это совершенно другая техника он работает совершенно по-другому двигатель на чистых карбюраторах это уже проверено но блин ну на арктикете здесь вообще ну ну каждый раз снимать эти карбюраторы хрен знает но еще пофигеть просто трудоемкий процесс поэтому надо каким-то образом делать так чтобы топливо было максимально чистым вот эти трубки соединены с вот этими отверстиями раз и два они независимы друг от друга это балансировочные камеры чем и как они занимаются я особо не знаю но как-то читал в инструкции на рыси у меня была рысь что вот эти вот трубки при полном открытии дроссельной заслонки каким-то образом давят на топливо и она течет быстрее но что-то типа этого то есть увеличивает подачу топлива за счет атмосферного давления как это происходит на самом деле знающие люди пишите в комментариях потому что на самом деле не разбирался ну и вот если даже вот так наклонить карбюратор и так наклонить то туда топливо тоже может как бы переливаться в эти отверстия тем самым например сохраняется баланс в камере ну тоже как вариант короче кто знает как это работает пишите комментарии все один карбюратор мы сделали аккуратненько его в пакете положили сейчас будем делать второй карбюратор этот нам уже не нужен второй карбюратор я специально ребят не откручиваю свечи чтобы не было предвзято в отношении карбюратором и цилиндром впоследствии я откручу свечи после того как разберу второй карбюратор но выводы я буду делать тогда когда я разберу карбюратор а потом сравню этот вывод со свечами вот пока тут ковыряюсь заметил вот такую вещь что все хомуты у нас заводские ну на всех абсолютно шлангах все завод никто не копался ничего не делали но и меня поразила одна деталь вот смотрите вот здесь хомут вот там на дальнем шланге он есть этот хомут вот он видно его там вот на этом вот насоса а вот здесь нет хомута его нет не здесь и его нет там на выходе из блока почему их тут нет вопрос очень интересный просто интересный кто знает кто копался в своих новых снегоходах пожалуйста напишите если там хомут завода и это завода стоит именно вот так но смотрите вот этот шланг этот шланг у нас раз отвечает за вакуум то есть он создает вакуум в насосе и насосик тем самым качает а мембранка туда-сюда ходит и насосик качает из бака жидкость в данном случае у нас легкую может быть подсос воздуха через этот шланг и какой-то момент у нас мембранка перестанет качать топливо я так думаю и очень интересно что все шланги которые я здесь вижу они все идут вот с какими-то обозначениями а этот шланг он не имеет никаких обозначений наверное может мне кажется но там что то есть но очень удивительно что это сломки идет без хомутов я конечно найду по диаметру сюда хомуты поставлю самозажимные мало ли что мало ли он там слетит или еще что то лесу это не очень правильная будет позиция если я не поставлю сюда хомуты так ну вот снял я второй карбюратор здесь зазорчик был чуть меньше чем на том карбюраторе я его сразу же выставил под показатели первого левого карбюратора будем по ним ориентироваться вот значит в принципе здесь все то же самое сейчас снимем его и почистим значит шланчик из карбюраторов я снял сохраняя старые хомутики с помощью силиконовой смазки то есть если например вы будете покупать снегоход и ориентироваться на то что заводские хомуты с помощью силиконовой смазки они спокойненько слезают без всяких следов не оставляют вообще никаких и также мы их запихаем заводские хомуты это не показать для того что сюда не ползали видите я ползаю и сохраняю хомуты пока вообще видео снимал совсем забыл про дроссельный узел сам вот разобрал первый второй вернее карбюратор правый вот там стоит она вот короче нифига не фокусируется черная чеканали вот на втором снизу и первый разобрал тоже на втором снизу вот она стоит шайбочка просто у меня тут одна осталась на втором снизу вот сейчас сейчас я буду разбирать выкручивать свечки и смотреть каком состоянии у меня свечки чтобы понять вообще как работает снегоход а дальше ребята начинается сам интересная как можно владеть него ходом целый год и ни разу не открутить свечки да потому что он работает что туда лезть а я открутил через год что готовы опа вот такая попа вот такая попа на аптекете нашим ёпа попа ёпа попа первое второе обе свечки залиты просто напрочь как он еще и работал то бедолага значит что мы скажем по свечкам по свечкам у нас черные свечи топлива суда льет много надо топлива уменьшать полез я в мануалы искать информацию по зазорам на иголке карбюраторов но видно что даже вот я вижу что там нагар сильный на цилиндрах все короче начитался я информации набрался немножко понимания значит я так понимаю по сбитым меткам на дроссельных заслонках имеют вот этих вот меток которые выставлены заводом изготовителем белой краской вот этой вот у меня они были сбиты уже поэтому люди сюда ползали уже в этот карбюратор именно не в сам карбюратор потому что там следов нету а именно в дроссельную заслонку и за каким-то хером подняли иглу практически максимально не знаю никак не фокусируется то камера вот максимально подняли не знаю короче не понимаю почему она не фокусируется вот сфокусировалась вот если посмотреть последние до деление то она у меня стоит на предпоследнем деление что на первом что на втором карбюраторе это неправильно так как двигатель у нас уже с пробегом мы значит будем ставить на первом первую я имею ввиду с левой левой первый карбюратор иголку будем ставить на третье деление на втором это правый мы иголку поставим на второе деление левый цилиндр у нас больше нагревается ему нужно больше топлива для охлаждения правый цилиндр у нас лучше охлаждается потому что там вентиляция лучше он сначала забирает воздух холодный и гонит его по первому в нашем случае по правому цилиндру а потом уже идет теплым воздухом на левый левый соответственно больше нагревается как на буранах до длина буранах там сделано про . в поршне а здесь может быть количество топлива будет немножко охлаждать цилиндр лучше поршень цилиндр поэтому как-то я посмотрел и на мотоциклах и на снегоходах люди делают вот именно про вправо меньше топлива чтобы подавалась а влево больше на уже на рабочий цикл не на холостых а именно на рабочий цикл сейчас пока значит я разберу карбюраторы второй карбюратор промою прочищу потом соберу это все промоющий здесь масляный насос посмотрю регулировки масляного насоса все здесь помою чтобы было красиво и приступлю уже к регулировкам карбюраторов да кстати по установке вот этих игл информацию я взял очень полезное видео андрей непряхин по моему там в ютубе наберите регулировка карбюраторов арктикет там выйдет просто регулировка карбюраторов и там мужик такой на инвалидный инвалидной коляске рассказывает про них разбирает вот снегоходы они чинят блин вообще красавчик вот все знания которые я знала карбюраторов он как-то уместил в этом ролике ну я еще предварительно посмотрел и совпало так что это арктикет он разбирал тоже арктикет регулировал вот сейчас мы по его методике будем дальнейшем все это делать и я вот наверное все таки докопался до причины почему он у меня очень низко понижает обороты на холостом ходу это из-за того что вот высоко подняты иглы на карбюраторе и из-за этого заливает свечки на холостом ходу хоть вы скажете что на холостой ход регулировочные положения иглы не влияет но я вам скажу что очень сильно влияют эти болты которые у нас есть регулировочные холостого хода от положения иглы очень сильно зависят и скорее всего вот в этом вся была причина но когда мы это все сделаем в итоге мы поймем в этом или нет так ну что вот в принципе у меня карбюратор собран уже я уже все сделал прочистил в этом карбюраторе оказалось полный отстойник воды и капельки воды были еще внутри все это прочистил продул и жиклер качество был грязный грязный был жиклер вот в таком вот это с него стекло вот что это ну просто это пыль грязная такая она не металлизированная она такая как какие-то видимо частицы темные значит по размерам значит винт качество здесь полтора оборота совсем по-другому он стоит не так как на том карбюраторе 17 оборотов этот винт я выровнял тоже потому винту поднял дроссель вот сейчас перейдем по установке дроссельных заслонок посмотрел я вот видео по которой я говорил сейчас будем устанавливать дроссельные заслонки все-таки я выяснил вот этот шланчик не родной надпись на нем got s то есть его уже поменяли это шланчик у нас шел на работу насоса то есть это создается вакуум для работы насоса причина замены мне скорее ясна потому что карбюраторы у меня первом видео я показывал когда я только-только его купил были наклонены немножко в стороны и скорее всего карбюратором протерла этот шланчик и из-за этого был была проблема вот сейчас протертости нет все нормально шланчик стоит рабочий а вот сейчас данный момент мне надо сюда поставить будет хомуты но это будет другом видео помыть тут все и еще провести ревизию насоса и по мелочам посмотреть и докрутить поменять веревку что с карбюраторами я разобрался я их прочистил помыл продул помыл двигатель немножко час чего его домою это уже будет другом видео выяснил то что в этот снегоход уже кто-то ползал за 10 тысяч да но как бы регулировал за каким-то хреном иглы такое положение поставил до при выкрутил свечи посмотрел это очень мрак короче скорее всего в этом причина низких холостых оборотов на горячий мотор на холодный понятно что топлива много это наоборот хорошо а нам горячий мотор топлива много это уже приводит к тому что мотор будет заливать так что вот таким она получилось я думаю что она будет интересно катаводом синхронизация и настройка карбюраторов будет следующем видео и дополнительные части которые я нашел косяки которые я тогда делал и буфики откручивающиеся это все может быть я сниму может быть и нет не знаю подумаю ну все на этом видео закончено про настройку карбюраторов как я говорил смотрите в следующем видео да я там же буду делать ревизию насоса смотреть регулировать насос и так же вот эти косяки буду смотреть что с ними делать вариаторы стартер откручивающиеся болты вот как-то на что-то их садить надо это все умещу в два следующих видео один будет про настройку карбюраторов а второй будет вот под насос про все это дело все на сегодня пока вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok